Безусловно, выскажусь и по поводу грузинской и современной позиции в отношении Абхазии. Хотел бы на прошлый вопрос, прозвучавший тоже вкратце, ответить по поводу необходимости дальнейшего признания. Есть ли необходимость, нет необходимости. Хочу сказать, что мы как министерство прилагаем максимальные усилия, всевозможные от нас зависящие, для того, чтобы, естественно, продвигать наши интересы на международной арене и способствуем тому, чтобы признание происходило дальше. Но вынужден отметить, что, к сожалению, наши ресурсы и политика дипломатические очень серьезно ограничены. И мы чувствуем на себе то огромное давление, которое оказывается не только со стороны Грузии, но прежде всего со стороны ее западных партнеров. Речь о Соединенных Штатах в первую очередь. То есть, как только мы пытаемся заручиться поддержкой в том или ином регионе, на те или иные страны оказывается беспрецедентное давление. Звучат прямые угрозы, шантаж, можно так это охарактеризовать. Поэтому мы в этом смысле находимся в очень непростых условиях. Вы знаете, признание, я думаю, конечно же, эту работу надо продолжать. Это помимо престижа, это так называемая демонстрация флага в мире. Это есть престиж. Ну да, в том числе участие в работе международных структур. Но помимо всего, я думаю, что дальнейший процесс признания будет способствовать и налаживанию торгово-экономического сотрудничества с другими странами, с другими регионами. Но я, если вы меня спросите, не как чиновника, а как рядового гражданина нашей страны, то мое мнение, то есть какая конечная цель? Мне кажется, что цель не само признание как таковое. То есть мы добились со стороны России признания. Это нас оградило от угрозы новой войны, обеспечило нам развитие. Но конечная цель, мне кажется, это сохранение этноса и развитие нашего государства. Вопрос в том, в каких рамках, в каких условиях это будет происходить. На сегодняшний день мы выбрали путь построения независимого государства. Когда-то мы находились в составе Советского Союза. Советский Союз развалился, соответственно, нам пришлось искать какие-то новые пути. Сегодня мы являемся независимым государством, и мы видим, наша общественность, наша политическая элита выбрала этот путь. И мы считаем, что именно будучи независимым, полноценным государством, мы можем сохраниться как этнос и развиваться в дальнейшем. Вот, мне кажется, это основной посыл. Что касается современной политики Грузии по отношению к Абхазии, то, естественно, я хочу сказать, что с 2008 года, после известных событий, в целом, как бы, политика Грузии не изменилась в том смысле, что они как продолжали претендовать на нашу территорию, так и претендуют. Как не признавали нашу независимость, так и продолжают это делать. Но изменились очень существенно, изменились подходы грузинской стороны. Вот вы знаете, мы уже говорили о том, что у нас существует на сегодняшний день единственный международный формат, это вот Женевские дискуссии, который был сформирован после 2008 года. Но хочу сказать, что в этом формате есть как плюсы, так и минусы. И главным минусом является то, что этот новый формат фактически, вот Сергей Миронович, наверное, согласится, перечеркнул ту работу и те достижения, которые у нас велись в прошлом переговорном формате, который шел с 93-го года сразу после окончания войны. Мы, если сравнивать эти два формата, то этот нынешний формат, его основная проблема заключается в том, что там нет четкого определения, кто является сторонами конфликта. И весь камень преткновения заключается именно в этом. Прошлый формат четко определял, были московские соглашения, была грузинская, абхазская стороны. Определены при посредничестве организации объединенных наций, под эгидой ООН проходил процесс, при посредничестве так называемой группы друзей генерального секретаря, куда входили Россия, США, Франция, Великобритания, Германия. Сегодня, к сожалению, в новом этом формате мы утратили статус этой стороны конфликта. И поэтому Грузия, пользуясь этими обстоятельствами, внедряет в массовое сознание международного сообщества тезис об оккупированных территориях. Фактически Грузия на сегодняшний день не признает факта войны, агрессии в 1992-1993 году. То есть вот эти все исторические факты, они нивелируются, можно сказать. Мы реагируем, у нас единственная возможность реагировать на это, вот на Женевской площадке, на всех других, на Генассамблею ООН, в ОБСЕ, в Совете Европы. Но мы не представлены. А Грузия принимает, ну можно сказать, односторонние, вернее, с подачи Грузии принимаются односторонние, абсолютно ангажированные. И мы считаем, что с правовой точки зрения абсолютно бесценные документы, то есть не имеющие цены никакой. Поэтому вот, наверное, если сравнивать, то современная грузинская политика изменилась вот именно вот в этих подходах.